Что касается событий в Голландии, связанных с голландским референдумом. Вы знаете, нам нужно отойти от такого понятия, что нам все должны. Вот почему, собственно говоря, мы решили, что голландцы должны были с распростертыми объятиями видеть у себя Украину. Давайте представим себе утро в обычной голландской семье. Включается Евроньюз и смотрятся новости, что происходит в Европейском Союзе. Границы Европейского Союза атакуют миллионы беженцев из Сирии и стран Африки. Безработица растет. Места низкооплачиваемые занимают мигранты из стран Восточной Европы, Украины, России и так далее. Соответственно, происходят террористические акты. И все то, что в Европе существует Шенгенская зона, это прекрасно для жителей Европы. А с другой стороны, в Европе совершенно слабые стандарты безопасности, которые закончились ужасными террористическими актами в Бельгии и во Франции. И, соответственно, обычный гражданин Голландии думает, а правильно ли, если мы будем расширять Европейский Союз дальше. Поэтому я целиком понимаю жителей Голландии. Что касается домашнего задания для Украины после этого. Вы знаете, нам нужно думать не о референдуме в Голландии. Нам нужно изменять нашу страну, чтобы она соответствовала европейским критериям. По понятиям уровня доходов граждан, по понятию законности, по справедливому работе судов, по справедливой работе правоохранительных органов. Потому что бы наша страна стала по-настоящему европейской. Если бы Швейцария или Норвегия, которые не являются членами Европейского Союза, захотели бы вступить в Европейский Союз, то, поверьте, результат референдума в Голландии был бы совершенно другим. Поэтому наша задача сейчас это изменять нашу страну к лучшему. И тогда, когда мы достигнем критериев, соответствующих хотя бы Болгарии и Румынии, или Польше, или Старом Пибалтике, тогда для нас двери Европейского Союза будут распростерты с открытыми объятиями.